Путин больше не жилец. Ким Чен Ын тестирует баллистическую межконтинентальную ракету и конфликт в Карабахе. В эфире нехта и о событиях за прошедшие сутки. Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Как выяснилось позже, это были испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая прилетела за 71 минуту более тысячи километров. Но интересно другое. Это ролик, где в главной роли Ким Чен Ын. Тем временем Кон Чен Ый, пересидент Беларуси, поддержал атаку России на Украину. Также в список тех, кто одобряет произошедшее, вошли Северная Корея, Сирия и Эритрея. Осудили оккупацию 140 стран. Более того, не все россияне поддерживают происходящее, но они явно в меньшинстве. Про сахар. А, про сахар. Ну, а чего его запасать? Сахар нас не спасет. Почему это? Потому что впереди у нас веселые времена наступают. Думаете, еще хуже будет? Ну, а чего вы хотите? В стране, я не буду долго говорить на эту тему, можно очень долго говорить, да. Но в стране, где трагедией кажется закрытие Макдональдса, а потеря свободы ничего не значит, будущего нет. Вот все, что я вам могу сказать. И тем, что Россия сейчас бросила свои войска в Украину, воспользовался Азербайджан, который перешел в наступление в Карабахе. Видимо, Азербайджан не знает, что такое санкции. А ведь благодаря им, от них только яхт российских олигархов было конфисковано на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Из-за таких новостей огорчился Усманов, Тимченко, Михеев, Сечин и еще несколько богачей. Наверное, неприятно терять огромные кучи денег из-за Путина. Может, они теперь поставят на место полуумного президента? Напишите в комментариях. А заодно подпишитесь на канал, ведь по статистике нас смотрит 83% людей без подписки. И это нужно срочно исправлять. Также в описании можно найти ссылки на Patreon, чтобы оформить подписку и поддержать нехта финансово. Тем временем Швейцария заморозила более 6 миллиардов российских активов, на которые распространяются санкции. Австралия и Япония объявили о новых санкциях против России. Япония ввела ограничения на 81 организацию и 25 физлиц. Австралия на 22 российских пропагандона, а также на Лукашеску и его старшего сына Виктора. Взаимоотношения между Японией и Белоруссией сейчас обретают характер напряженности. Дело в том, что правительство Японии признало вашу страну недружественной. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Меня это весьма разочаровывает. Я никогда не думал, что вы будете подпевать Соединенным Штатам Америки. Как у нас говорят, будете прихвостным мальчиком на побегушках у своего старшего брата. Над Нью-Йорком теперь официально будет развиваться украинский флаг. Так крупнейший мегаполис США демонстрирует свою солидарность с Украиной и в надежде, что там скоро наступит мир. Между тем белорусская делегация демократических сил провела встречи в Верховной Раде и с батальоном Калиновского. Мы так само доводили, что такие решения, которые принимаем на сегодняшний день Лукашенко, они целиком не отвечают интересам Беларуси, они с большим интересам Крамля, чужим интересам. Тому требует признать, что Беларусь на сегодняшний день находится под оккупацией, под российской оккупацией. И поэтому мы видим эти абсурдные и незаконные решения. Парламентарии десяти стран, в том числе представители офиса Тихановской, работают над программами безопасности, защиты и интеграции в странах ЕС для тех белорусских солдат, которые откажутся воевать против украинцев. Чтобы они имели возможность поехать в одну из этих стран, пройти обучение, получить социальный пакет, получить гарантии личной персональной безопасности. Провела встречу и Тихановская. Они с президентом Польши обсудили, какую совместную политику ЕС, США и белорусы видят в отношении Лукашенко. Затем Дуда должен был встретиться с Джо Байденом в польском Жешуве. Но самолет президента Польши экстренно приземлился в Варшаве. Он отправится навстречу на резервном самолете. Тем временем Байден прибыл в Жешув, где встретился с американскими военными и поел с ними пиццу. Также сообщается, что ЕС обязался создать спецфонд для восстановления Украины. Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Евросоюз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных нужд государства. А после окончания боевых действий для восстановления демократической Украины. И такая помощь действительно очень важна. Многие города сильно пострадали. Харьков, Чернигов, Суммы, Киев и пригород. Волноваха разрушена полностью и восстановлению не подлежит. Также сильно пострадал Мариуполь, который находится в полной оккупации. И в городе находятся дети, но российские фашисты их не выпускают. Поэтому генерал полиции Украины Вячеслав Оброскин предложил оккупантам взять его в плен в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя. Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которые, если не спасти сейчас, погибнут в ближайшие дни. Время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам. Дайте возможность вывезти детей из Мариуполя. Вместо еще живых детей предлагаю себя. Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. «Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен», написал герой. Именно Оброскин организовал противодействие россиянам на Донеччине. Он включен в санкционные списки и находится в розыске. И сейчас он предлагает обменять свою жизнь на освобождение детей из Мариуполя. И вместе со своим командиром уже есть список офицеров-добровольцев, которые готовы помочь с эвакуацией, а потом также сдадутся. И это достойный поступок достойных людей. Напишите это в комментариях. Поддержите Вячеслава и его коллег. Сейчас украинцам важна наша поддержка. Они хотят мира. И одесские патрульные выложили видео, в котором рассказали, что сделают после победы Украины. И, судя по всему, уже очень скоро Украина победит. И мы подробно разобрали эту ситуацию в этом выпуске. Тем более, что россияне сейчас несут огромные потери. Продолжаю удивляться тупостью орков. Не хотят они воевать. Такое ощущение, что командиры им дают команду вперед, атаку. Они выезжают, мужественно куда-то двигаются, но даже не доезжают, даже не стреляют по ним. Они разворачиваются, уезжают. Говорят, отчитались. Мы пытались прорваться. Встретили сопротивление ожесточенное и вернулись. В орков минус генерал, минус командный пункт передовой, что не может не радовать. Я не знаю, где они еще будут генералов брать. Вроде там даже неплохой парень, я читал его резюме, что он забыл в Украине. Нечего сюда ездить. Ничем хорошим даже любым людям здесь не светит. На нашей земле никаких вариантов нет, кроме, как я же говорил, либо в ОМ, либо в землю. В землю идут не только генералы и российские солдаты, но и Путин. В зоопарке Миннесоты не стало 12-летнего амурского тигра по кличке Путин. Сообщается, что у животного произошел сердечный приступ. Не тот Путин, не тот. Но мы будем внимательно следить и расскажем вам первыми о том, что кремлевский Путин. Все. Поэтому подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Слава Украине! Живее Беларусь! Нет войне! Слава Украине!